Здравствуйте! В эфире программа «Республика» о главных новостях в Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. Готовность номер два. Для больных с коронавирусом в Федеральном центре травматологии развернули 90 дополнительных мест. По принципу Лего в Чебоксарах реализуется масштабный инвестиционный проект по строительству завода объемно-блочного домостроения. Чебоксары в средние века. Столичные школьники приняли участие в интерактивной презентации обновленного учебника «Мой город». В Республике количество зараженных коронавирусом продолжает расти. 14 мая по данным сайта СтопКоронавирус.РФ в Чувашии 1439 случаев заражения, из которых 79 за последние сутки. 344 человека выздоровели. Летальных исходов по-прежнему 8. Увеличивается в больницах Республики количество мест для больных COVID-19. 90 коек подготовили в Федеральном центре травматологии в Чебоксарах. Сегодня в Рио главы Республики Олег Николаев проверил готовность стационара к приему пациентов. Как будут лечить заболевших коронавирусом, расскажет Рифат Фадкулин. Помещения центра разделены на чистую и грязную зоны. Это сделано для того, чтобы исключить контакт с зараженного коронавирусом с персоналом. Медучреждение по распоряжению правительства России удалось перепрофилировать за две недели. У нас развернуто три отделения для очень тяжелых больных, для тяжелых больных и средне-тяжелых больных. Ну и, конечно же, реанимационное отделение на 17 ковек. ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, компьютерный томограф, рентген-комплекс, лаборатории. К работе с COVID-19 готово все. С одной стороны, это приятно, что вот такой оснащенный центр может предоставить все необходимую медицинскую помощь людям, которые болеют новой коронавирусной инфекцией. С другой стороны, есть сожаление, что другие функции, для которого предназначен данный центр, к сожалению, в это время не будут реализовываться. Ну и поэтому перед нами стоит задача максимально в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность, чтобы, как, если так можно выразиться, победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашской республике. Ну и вернуться к тем функциональным задачам, для которого и предназначен данный центр. Ну я думаю, что нам понадобится 2-3 недели для того, чтобы ликвидировать впоследствии пребывания здесь пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И мы готовы будем в максимально короткие сроки приступить к своей основной деятельности, потому что пациенты есть, они звонят, никуда не делись. И более того, есть больные, которым необходимо в том числе и срочно оказывать медицинскую помощь. Сейчас, в настоящее время, мы их перенаправляем в другие лечебные учреждения, в другие субъекты. В целом, сегодня в Чувашии развернуто 1135 коек. Наличие свободных мест для больных коронавирусом – важный индикатор для снижения ограничительных мер в республике. По этому показателю наш регион пока отстает. При нормативе в 50% свободных коек сейчас есть только 30. Все койки и все учреждения работают с полной нагрузкой. Персонал подготовлен. Учреждения оснащены всем необходимым и средствами для защиты, и лекарственными препаратами для лечения данной патологии. Для тех врачей центра, которые не захотят идти домой, оборудовали места для временного проживания и организовали питание. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии дал большое интервью информационному агентству Интерфакс. Сеанс видеосвязи занял почти час. Обсуждали первые 100 дней работы Олега Николаева в должности руководителя региона. 100 дней вместили в себя очень много. В первую очередь работа с бюджетом. На этот год в него внесли такие важные статьи, как выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и субсидии процентной ставки по льготной сельской ипотеке. Напомним, в нашей республике многодетные селяне и работники агропрома могут оформить ее под 2, 1,5 и даже 1,1% годовых. Несмотря на пандемию, продолжается работа по реализации нацпроектов. Только в этом году финансирование всех программ превысило полтора миллиарда рублей. Уже второй раз по предложению Олега Николаева отказались от снижения величины прожиточного минимума. Это значит, что не уменьшаются и все социальные выплаты, зависящие от этого показателя. В планах целый комплекс мер по развитию экономики. Прежде всего, это создать так называемые территории с особым режимом экономической деятельности. То есть это индустриальные парки, агропромышленные парки, ТОСЭРы. Вот на реализацию этих мероприятий заложено 1,2 миллиарда рублей. То есть мы предполагаем, что будут созданы индустриальные парки и агротехпарки, эко-техпарки за счет государственных средств. Но кроме того, предполагается создание еще как минимум 8 частных технопарков. Предполагается, что создание технопарков повлечет и создание 2,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, предусмотрены отдельные комплексы мер для поддержки малого и среднего бизнеса и строительной отрасли. Обсудили возможности проведения столетия Чувашской республики и подготовку к этому событию. В завершении разговора Олег Николаев ответил на вопрос, волнующий сегодня многих. Какие политические силы он собирается представлять на выборах главы республики? И очевидно, что здесь очень важно быть таким человеком, который способен, с одной стороны, почувствовать посылы населения и на них реагировать. С другой стороны, надо, мне кажется, руководителю региона концентрироваться на абсолютно конкретных функциональных задачах. То есть быть способным решать любые задачи развития региона, ну и оперативно реагировать на возникающие вызовы, таких как коронавирусная инфекция. Ну и третья составляющая. Как только, мне кажется, руководитель региона сильно привязан к какой-то политической структуре, любой, то автоматически появляется некий крем. И вот в связи с этим, конечно же, я рассматриваю вариант самовыдвижения, тем более такая норма в законодательстве есть. И мне кажется, это как раз позволит реализовать, прежде всего, чисто, ну, во-первых, такие правовые моменты, которые заложены и в Конституции, и в законодательстве. С другой стороны, мое внутреннее убеждение быть полезным для республики и для каждого человека, который проживает в Чувашской республике. Полностью интервью Олега Николаева будет опубликовано на сайте информационного агентства «Интерфаксы» в эфире национального радио Чувашии сегодня в 21 час сразу после новостей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Чувашии создают новое производство. В конце года планируется запустить завод объемно-блочного домостроения. Как реализуется масштабный проект в нашем сюжете. Новый завод строится в районе Ишлейского проезда в столице Чувашия. Технологии объемно-блочного домостроения вовсе не ноу-хау в строительстве. Они активно использовались в период строительного бума. Тогда стояла задача строить быстро и качественно. Так что все новое – это хорошо забытое старое. Вместе со специалистами и инвесторами Олег Николаев обсудил на месте возникшие проблемы. Основная самая большая проблема – подъездная дорога. Она стоит в проекте реконструкции со сроками исполнения 2021-2023 года. Наш завод приступает к работе уже к концу этого года, в начале следующего года. У нас получается разрыв между дорогой и работой завода. Где-то, условно говоря, от года до двух лет. Но сегодня договорились по поводу того, что мы найдем временное решение. И по поводу дороги ускорится работа для того, чтобы эти сроки не растягивались. Объемные блоки будут создаваться в заводских условиях. По словам директора завода Владислава Иванова, проект обойдется в 700 миллионов рублей. Комнаты разных размеров, ванны и туалетные. И квартира почти готова. Остается транспортировка и монтаж уже на месте будущего дома. Будем перегородки устанавливать, будем отделку, ту, которую возможно делать непосредственно здесь, на заводе. Отправлять уже по максимуму готовый блок. Это современное производство будет способно учесть потребности разных жилых комплексов. Новые стандарты качества сделают жилье удобным для проживания. Завод даст новый толчок развитию жилищного строительства. Появление такого завода очень важно сразу по нескольким направлениям. Первое – это очень серьезный масштабный инвестиционный проект, где появляется совершенно новое производство, создаются новые рабочие места, высокопроизводительные, высокодоходные рабочие места. Ну и еще один важный момент – это появляется новая технология производства строительно-монтажных работ. А учитывая то, что сами блоки можно использовать как для многоэтажного строительства, так и для малоэтажного строительства, то, очевидно, еще появляются возможности появления и достаточно интересных домов в сельской местности. Строительство намечено завершить к концу года. В Рио главы надеются, что новые технологии понравятся и соседям. И тогда можно будет говорить о реализации продукции за пределами республики. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Работники социальных служб, как и врачи, находятся на передовой и круглосуточно оказывают помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они тоже нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, считает глава государства. В настоящее время на федеральном уровне определяется порядок осуществления таких выплат. Со своей стороны, республикой проводится подготовительная работа, чтобы своевременно исполнить поручения президента России. Сегодня в интернатах и домах ветеранов республики проживают около трех тысяч человек, с которыми вместе круглосуточно-посменно находятся порядка тысячи работников социальной службы. Дополнительные средства президент страны определил и на поддержку семей с детьми. Единовременное пособие получат все родители, независимо от статуса и финансового положения. Подробности в рубрике «Правовые новости». Все семьи, где есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат от государства выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма выдается один раз на каждого ребенка, при условии, что дети и хотя бы один родитель являются гражданами России. Для того, чтобы получить такую выплату, необходимо подать заявление в территориальное отделение ПФР, в МФЦ или направить его через портал Госуслуг, через специально созданный сайт пособия16госуслуги.ру. На рассмотрение заявления отводится не более пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. И еще три рабочих дня после рассмотрения необходимо на само осуществление выплаты. Подать заявление можно уже с 12 мая, однако выплата пособия будет осуществляться, начиная с 1 июня 2020 года. Выплату можно оформить в любое время до 1 октября 2020 года. Также по 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь текущего года будут получать родители, чьи дети родились или были усыновлены с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Раньше право на ежемесячные выплаты было только у лиц, проживающих на территории РФ и имеющих или имевших право на материнский капитал, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. Это означало, что семьи с одним ребенком, который родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года, не могли получить выплату, ведь до 2020 года право на материнский капитал было только у семей с двумя и более детьми. Теперь указанная категория граждан также имеет право на ежемесячные выплаты, причем не только за май и июнь, но и задним числом, за апрель. Указанные выплаты также можно оформить до 1 октября 2020 года. Еще одно решение Владимира Путина – повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза. Напомним, что на данный момент размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка и не может быть меньше 3376 рублей при уходе за первым ребенком и 6751 рубля при уходе за вторым ребенком и последующими детьми. С какой датой минимальный размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен и будет ли увеличено минимальное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми, пока не уточняется. И вновь о мерах поддержки жителей страны и бизнеса в условиях пандемии. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Президент ввел новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит по 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Все это делается для того, чтобы стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников. За два квартала этого года будут отменены основные налоговые выплаты и страховые взносы. Самозанятым гражданам вернут обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного мрот. Ограничительные меры действуют в республике почти два месяца. При этом резко возросло количество нетрезвых водителей. Будешь пообщаться? Давай, пошли! Прямо сейчас! Даже если ты меня лишишь прав, я же все равно буду ездить. Я не лишаю, я не лишаю. Я не пей просто и все. А ты просто нахи по жизни. Типичный диалог инспектора дорожного движения с нарушителем. Фраза «я же все равно буду ездить» носит убийственный характер в прямом и переносном смысле. Такие люди не ценят ни своей жизни, ни жизни других. Майские праздники дали неутешительную статистику. За 11 дней сотрудники ГИБДД составили 153 административных протокола на нетрезвых водителей. В среднем это 13 человек в сутки. Больше, чем за новогодние каникулы. Платистская работа проводилась не только силами госавтоинспекции, силами МВД. Ну и сегодня мы работаем совместно с администрацией городов, районов. Люди отдыхающие, свободно думали, что будут проезжать. Но здесь мы отработали совместно. Это и является, конечно, прокладистская работа. Не целью выявления, а предупреждение. По данным ГИБДД, с начала этого года автоинспекторы остановили более тысячи пьяных водителей. В их числе те, кто отказался от медицинской проверки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра возросла на 15%. Среди задержанных немало и тех, кто сел за руль в состоянии опьянения повторно. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика. В ходе одного из рейдов по охране водных биологических ресурсов сотрудники транспортной полиции обнаружили в затоне реки Сура браконьера. Житель города Шумерле незаконно добывал раков. При этом их ловля запрещена с 1 января текущего года. Мы производим осмотр изъятых вещественных доказательств. Здесь у нас имеется лодка муцон двухместная, емкость, изъятая с раками, и еще 10 раковок. Вот они все разложены здесь. Ущерб от незаконной добычи составил более 130 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Нарушителю грозит лишение свободы до двух лет. В Чувашии, в деревнях и селах земские врачи и фельдшеры получат повышенные подъемные. Перечень удаленных населенных пунктов, где в большем размере полагаются единовременные компенсационные выплаты, участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» утвердил накануне Кабмин. Полтора миллиона рублей врачам, 750 тысяч фельдшерам. Правительство Чувашия решило поддержать тех медработников, которые готовы переехать в дальние деревни и села для оказания медицинской помощи населению. Ранее участники программы «Земский доктор» могли рассчитывать на выплаты в 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Получить повышенные выплаты смогут те, кто переехал работать врачом или фельдшером, в отдаленные населенные пункты после 1 января 2020 года. В этом реестре оказались 232 населенных пункта республики. Определение перечня удаленных трудосуточных территорий Чувашской республики осуществлялось согласно критериям отбора. Это по удаленности от местонахождения медицинской организации юридического адреса до структурного подразделения и транспортной доступности от структурного подразделения до медицинской организации и города. Отметим, что с 2018 года с начала реализации программы «Земский доктор» в республике уже заключен 471 договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат, благодаря чему укомплектованность врачами в деревнях теперь составила 75%, фельдшерами – 84%. А значит, медицинскую помощь получат все, кому это необходимо. Единый государственный экзамен для 11-ти классников перенесен на более поздний срок. Сдавать его будут только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время. Учащимся, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, в аттестат выставят отметки по итогам года. Это касается и выпускников 9-х классов. А у начального и среднего звена эта неделя – последняя учебная в этом году. Согласно ранее принятому решению, с 18 мая первые-восьмые классы у нас уходят на летние каникулы. Девятые и одиннадцатые классы продолжают обучение, согласно учебным графикам, до конца мая месяца. Также хочу отметить, что согласно решению Министерства просвещения Российской Федерации, лица, оканчивающие 9-й класс, у нас освобождены в этом году от сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Речи о работе школьных лагерей не идет, но дистанционно продолжат работать учреждения дополнительного образования, для того, чтобы дети проводили время с пользой. Загородные лагеря, возможно, откроют с 1 июля и сделают смены по 14 дней. Но это пока в планах. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Лучший день в году. И это о конкурсе, организованном Минспорта Республики. Определены муниципалитеты, где в прошлом году состоялся лучший день здоровья. Они проходят раз в месяц по всей Республике. Речь о днях здоровья. Тренажерные залы, бассейны, катки. Спортивные учреждения жители Республики посещают бесплатно. В рамках Дней здоровья проходят различные оздоровительные массовые состязания для детей с родителями, мастер-классы, турниры по разным видам спорта. На конкурс прислали около 50 материалов с разных районов Республики. Номинации 5. Лучшее муниципальное образование, лучшая образовательная организация, лучшее поселение, лучшее спортивное сооружение и самое яркое мероприятие. В четырех призовые места занял Урмарский район. Яльчикский район взял серебро в номинации «Лучшее муниципальное образование», а их мужской спортивный фестиваль стал самым ярким мероприятием. Пошло в традицию проведения ежегодных мужских и женских фестивалей по различным видам соревнований. Хорошая спортивная база, современные условия, высококвалифицированные специалисты. Есть все необходимое для развития физкультуры и спорта. Но нам надо больше внимания уделять информационно-пропагандистской работе, ее активизации по привлечению детей, систематическим занятиям, спортом, поиском и внедрением новых форм работы. Смотр-конкурс ежегодный и количество желающих принять в нем участие только растет. Кто управлял городом Чебоксары в 16-17 веках? На этот вопрос отвечали ученики 7 класса 45-й школы. На интерактивном онлайн-уроке представили обновленный учебник «Мой город». Окунулась в историю столицы Чувашии и Юлия Важенина. Какой год долгое время считался датой освоения Чебокса? Ребята, пишите. Скажите мне, пожалуйста, почему именно этот год Кирилл первый написал? Почему этот год так долго считался датой основания? Это первая дата, с которой можно по годам простынить историю города. История столицы Чувашии в средние века. Именно этому периоду посвящен учебник «Мой город», по которому занимаются семиклассники. Онлайн-урок практически не отличается от привычного. Ученики отвечают на вопросы преподавателя, изучают тему, вот только находятся при этом дома. Кирилл, а как ты думаешь в итоге, зачем гулящие люди-то приходили в город? А они приходили для того, чтобы обучаться чему-то или жить? Историю города ученики изучают по обновленному учебнику. В издание включили новые гипотезы о происхождении города и дате его основания. Если раньше было две популярных теории, либо здесь было сельское поселение, либо крепость воеводы Шубаша, то сейчас ученые склоняются к версии профессора Каховского о том, что Чебоксары возникли как важный пункт на Волжском торговом пути, где караваны, которые шли по Волге, останавливались на ночевку. Важный момент еще – это деревня, изначально была или город, потом, ну, чем еще была дополнена сущность на это, конечно, результатами последних археологических раскопок. Дело в том, что в последние годы в Чебоксарах было сделано несколько, можно так сказать, археологических открытий. До того мы опирались только на данные раскопок рубежа 60-х, 70-х годов XX века. 6200 экземпляров – таков тираж учебника для седьмого класса. Всего книг «Мой город» будет пять на каждый год обучения предмета. Сейчас к выходу готовится учебник для восьмых классов – исторические новеллы о Чебоксарах в XVIII веке. Это необходимая информация, это и патриотическое воспитание, потому что, живя в столице Чувашской республики, не знать, например, какие древние дома у нас имелись или же улицы, безусловно, это не воспитывает любовь к родине, к малой родине мы имеем в виду. Поэтому мы прививаем в первую очередь именно любовь к нашей малой родине. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости четверга. До встречи в эфире на Национальном телевидении Чувашии.